Привет! 2020 как-то взял и подошел к концу и сука это был тот еще год, ну да не мне вам рассказывать. Однако не будем сейчас о грустном, поэтому для начала поздравляю всех с наступающим новым годом или наступившим, смотря когда вы смотрите этот ролик. В первую очередь всем желаю, чтобы 2021 оказался успешнее и лучше, чем 2020. Ну и конечно же побольше интересных гаджетов. А теперь к теме. В этом видео я расскажу про 5 смартфонов, вышедших в 2020 году, которые лично мне показались самыми интересными. Не лучшими, не самыми популярными, не самыми удачными или еще какими-то, а именно теми, которые под тем или иным причинам запомнились мне больше всего за прошедший год. А вы в комментариях, конечно же, напишите, какие модели остались в памяти у вас. Ну а теперь приступаем. Обычно самое интересное оставляют напоследок, но в этот раз я с него начну. Компания LG на сегодня остается, наверное, единственным крупным брендом, который не боится экспериментировать с форм-факторами смартфонов. И хотя это, к сожалению, не особо помогает в увеличении продаж, такая смелость в нашу эру тотального копирования всех за всеми заслуживает, на мой взгляд, уважения. Модель LG Wing стала одним из таких экспериментов. Этот смартфон примечательен тем, что получил сразу два дисплея. В сложном состоянии он ничем не отличается от других смартфонов, но наружный экран можно повернуть на 90 градусов и под ним откроется еще один. LG предусмотрели несколько вариантов использования такого форм-фактора. Например, нижний экран для клавиатуры, а поворотный для отображения окна чата, или перенести на дополнительный дисплей какие-то вспомогательные элементы игрового интерфейса, или разделить на две части окно навигатора и так далее. Плюс в разложенном положении можно включить специальный режим видеозаписи с продвинутой системой стабилизации. Очевидно, хитом эта модель не станет, как минимум, потому что LG за последние годы намного уменьшила количество стран, где их девайсы продаются официально. Прибавьте к этому высокую цену при довольно средних характеристиках и получим смартфон, который наверняка порадует всех коллекционеров и любителей необычного, но вряд ли заинтересует обычных пользователей в качестве потенциальной покупки. Собственно, я тоже запомню эту модель надолго, но покупать, конечно же, не буду. Вообще, первое поколение возрожденной Motorola Razer формально было анонсировано еще в конце 2019 года, но фактически в продаже и на руках пользователей и обзорщиков они появились уже в 2020-м, поэтому для меня это все-таки модель этого года. По большому счету, тут какие-то дополнительные объяснения, думаю, и не нужны вовсе. Все, кто застал время, когда оригинальный Razer был пределом мечтаний и эталоном крутого дизайна, должны меня понять без лишних слов. Пока Samsung и Huawei пытались сделать, по сути, гибкий планшет, который бы складывался до размеров обычного смартфона. В Motorola просто взяли и возродили популярный некогда формат раскладушки, который благодаря гибкой матрице экрана смог обрести вторую жизнь. Хотя, справедливости ради, корейцы из Samsung отстали совсем немного и вскоре представили свой Galaxy Z Flip. С точки зрения конструкции он оказался даже в чем-то лучше, чем Razer, мощнее в плане характеристик и при всем этом даже дешевле. Но не знаю, как для вас, а для меня Z Flip прошел абсолютно незаметно. Просто еще один Samsung, а вот новый Razer в этом году я точно запомнил. Но если говорить о Samsung, то на самом деле есть парочка тех, которые мне определенно в этом году запомнились. И в первую очередь, конечно, Galaxy S20 Ultra. Во многом именно тем, что это действительно ультрааппарат во всех смыслах. С одной стороны, у него много крутых фишек, некоторые из которых действительно уникальные, вроде безумного стократного зума. Да, на максимальном приближении качество далеко от идеального, но это правда впечатляюще. К счастью, этой моделью я пользовался сам и могу оценить. Но в то же время у него есть и ультра-косяки. Начиная с ужасной системы автофокуса, которая умножает на ноль всю крутость камеры, особенно при записи видео. И, конечно, не забываем про фиаско, которое потерпел Exynos 990 на фоне флагманских Snapdragon. Да, я говорил в обзорах и продолжаю говорить, что в повседневной жизни без упора. В длительные игры это особо не чувствуется. Но в то же время склонность к троттлингу и отставание в производительности глобальных версий смартфона от американских на Snapdragon серьезно ударили по репутации Samsung и, более того, заставили их вообще отказаться от собственных кастомных процессорных ядер Mongoose и перейти полностью на эталонные версии ядер ARM. Их, кстати, мы уже совсем скоро увидим в действии в новом поколении процессоров Exynos, который увидит свет в январе 2021 года вместе с новыми смартфонами Galaxy S21. И еще один Samsung в моем рейтинге это Galaxy S20 FE, что расшифровывается как Fan Edition. На самом деле название в данном случае не так уж и важно. Для меня S20 FE стал примером удачной попытки крупного не китайского бренда сделать смартфон с интересным сочетанием цены и возможностей. К примеру, в прошлом году был S10 Lite, но у него по большому счету от флагманов был только топовый процессор. В то время как S20 FE, кроме этого, получил еще и отличную камеру вместе с кучей менее заметных мелочей, которые обычно встречаются только у настоящих флагманов. Вроде защиты от попадания воды, поддержки беспроводной зарядки, настольного режима для работы с внешними мониторами и так далее. Да, недостатки у него тоже были, я про них рассказывал в своем обзоре здесь на канале, но в целом Samsung по-хорошему удивили меня этой моделью, особенно после того, как стала известна ее официальная стоимость. И последний в этом списке iPhone 12. Не какой-то конкретный, а вся 12 линейка. И чтобы было понятно, мои взаимоотношения со смартфонами Apple пока что исключительно созерцательные. То есть я сам, так уж получилось, до сих пор ни разу не пользовался айфонами. Не делал обзоров, не писал про них и так далее. Да, такой вот техноблогер. Но несмотря на это, конечно же, всегда смотрю видео других авторов, читаю статьи, захожу в розничные магазины подержать в руках и так далее. Просто потому, что это, как ни крути, очень значимая часть мира гаджетов. Так вот, 12 серия наконец-то привнесла что-то новое в дизайн и внешний вид не только iPhone, а со времен iPhone X, но и вообще всех смартфонов. Хоть даже это новое и является еще даже незабытым старым. Этот угловатый дизайн из эпохи 4-5 серии сегодня смотрится даже более свежо, чем тогда, потому что последние несколько лет кругом засили эргономичных, обтекаемых форм, что в итоге делает все смартфоны одинаковыми обмылками, которые отличаются лишь степенью обмыленности. Как-то так. Как уже сказал, это были те смартфоны, которые лично мне запомнились в 2020 году больше остальных. Конечно, есть еще куча других примечательных моделей, которые тоже достойны внимания, поэтому обязательно в комментариях напишите, какие аппараты 2020 года запомнились лично вам. И, друзья, раз уж это последнее видео 2020 года у меня на канале, то еще раз поздравляю всех с Новым годом и буду очень рад всех вас видеть в следующем году, потому что, уверен, еще нас ждет куча всяких интересных девайсов. И плюс у меня есть некоторые задумки по новому контенту, которыми очень хочется с вами поделиться. Короче, забегайте. Спасибо, что смотрите. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok